Здравствуйте, ребята! Девятый класс урок геометрии. Сегодня решаем задачи по теме связь между радиусами вписанной окружности в правильный многоугольник и описанной около него окружности. Вначале рассмотрим связи между радиусами вписанной окружности в правильный многоугольник и описанной около него окружности. Затем порешаем задачи и в конце будут задания для самостоятельного закрепления. Задание. Сопоставьте углы правильного n-угольника при каждом значении n. n – сторона многоугольника, то есть шестиугольник. Дан правильный шестиугольник, дан правильный пятиугольник и дан правильный восьмиугольник. Найти углы правильного шестиугольника, пятиугольника и восьмиугольника. Напоминаю формулу. Чтобы найти угол правильных многоугольников, применяем формулу n-2 умноженное на 180 и разделить на n. Проверяем. Правильный шестиугольник 120 градусов, правильный пятиугольник угол 108 градусов и правильный восьмиугольник угол 135 градусов. Теперь сверим ответы. Подставляем. Вместо n 6, 6 минус 2 умноженное на 180 разделить на 6, получаем 120 градусов. Значит угол правильного шестиугольника 120 градусов. Также находим углы правильного пятиугольника и правильного восьмиугольника. Следующее задание. Известны углы правильных многоугольников. Сколько сторон имеет каждый из этих многоугольников? То есть обратный дан угол правильного многоугольника мы должны определить, какой многоугольный. 90 градусов, 150 градусов, 135 градусов и 60 градусов. Применяем формулу. n-2 умноженное на 180 разделить на n равно, подставляем градусную меру угла. В первом случае квадрат, во втором случае 12-угольник, в третьем случае 8-угольник и последний треугольник. Теперь сверяем ответы. Значит, n-2 умноженное на 180 разделить на n равно 90 градусов. Решаем. n-2 умноженное на 180 равно 90 градусов умноженное на n. Отсюда находим n. n равен 4. То есть многоугольник имеет 4 стороны, то есть квадрат. Также можно вычислить все остальные стороны и получить ответы. Сторона правильного многоугольника и радиус вписанной и описанной окружности. Дана окружность, многоугольник и окружность. Многоугольник вписан в окружность и описан около окружности. Центр окружности соединяем с вершинами многоугольника Получаем ОА, это радиус описанной окружности, обозначается большой буквой R ОА, то есть опускаем перпендикуляр на сторону многоугольника Получаем радиус вписанной окружности, обозначается маленькой буквой R АВ является стороной правильного N-угольника, обозначается буквой АН Связь между радиусами вписанной окружности, правильный треугольник и описанной около него окружности R, это радиус описанной окружности, R, это радиус вписанной окружности А3 – это сторона треугольника, правильного треугольника. АН равно 2 умноженное на радиус, большой радиус, умноженное на синус, 180 градусов разделить на Н. Получаем, что сторона правильного треугольника равна Р большая умноженная на корень из 3. Или сторона правильного треугольника равна 2 маленькое Р умноженное на тангус, 180 градусов, деленное на 3. Равно, получаем, 2 умноженное на маленькую Р умноженное на корень из 3. Значит, сторону правильного треугольника можно найти по радиусу описанной окружности, по радиусу вписанной окружности. Отсюда можно найти радиус описанной окружности и радиус вписанной окружности. Связь между радиусами радиуса описанной окружности в 2 раза больше, чем радиус вписанной окружности. Теперь рассмотрим связь между радиусами вписанной окружности в квадрат и описанной около него окружности. r – большая радиус описанной окружности, r – маленькая радиус вписанной окружности, а4 – это сторона квадрата. Значит, сторона квадрата равно большая r, умноженная на корень из 2. Или радиус описанной окружности равно сторона квадрата разделить на корень из 2. Сторона квадрата равно 2, умноженное на радиус вписанной окружности. Отсюда радиус вписанной окружности равно сторону квадрата делим на 2. И связь между радиусами, радиус описанной окружности, равно радиус, вписанный окружностью, умноженный на корень из 2. Связь между радиусами вписанной окружности, правильный шестиугольник и описанный около него окружности. r – большая радиус описанной окружности и r – маленькая радиус вписанной окружности. А6 – это сторона шестиугольника, правильного шестиугольника. В этом случае сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной окружности. Или сторона правильного шестиугольника равна 2 умноженное на радиус вписанной окружности и разделить на корень из 2. Отсюда r маленькая равна корень из 3 умноженное на а, то есть на сторону правильного шестиугольника, то есть разделить на 2. Связь между радиусами. Радиус описанной окружности равно 2 умноженное на маленькую r и разделить на корень из 3. Итак, правильный треугольник, квадрат и шестиугольник. Сторона правильного треугольника равна r умноженное на корень из 3 или 2 умноженное на корень из 3 умноженное на r маленькую. Сторона квадрата равна r умноженное на корень из 2 или 2 умноженное на маленькую r. и сторона правильного шестиугольника равна r большая или сторона шестиугольника равна 2 маленькая r разделить на корень из трех рассмотрим задачу найти площадь правильного шестиугольника вписанного в окружность радиуса 8 сантиметров так как сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной окружности мы можем записать в Сторона равна 8 сантиметрам. Мы применяем формулу S равно 1 вторая умноженная на P умноженная на R. P – это периметр шестиугольника, R – радиус вписанной окружности. Значит, мы находим радиус вписанной окружности, подставляем по формуле и находим значение. 8 корней из 3 разделить на 2. Получится 4 корень из 3. Теперь находим периметр правильного шестиугольника. 6 умножаем на 8, так как 6 сторон, поэтому получаем ответ 48 сантиметров. А теперь подставляем формулу S равно 1 вторая умноженная на 48 умноженное на 4 корней из 3. Получаем 96 корней из 3 сантиметров в квадрате. Решаем из билетов. Билет номер 10, пятое задание. Найдите радиусы, вписанные в квадрат и описанные около него окружности, если его сторона равна 6 сантиметрам. Дана окружность. Квадрат. Р большая, Р маленькая, Сторона квадрата 6 сантиметров. Формулы R большая равно Сторона квадрата разделить на корень из 2, Р маленькая равно Сторона квадрата разделить на 2. Подставляем. Сторона квадрата у нас 6 см. Делим на корень из 2, получаем 3 корня из 2. Здесь 6 разделить на 2, получаем 3. Задание для закрепления. Перед вами все формулы и табличка. Обратите внимание, n равно 3. То есть вы табличку заполняете для правильного треугольника. Рассматриваем только правильный треугольник. Все формулы записаны. Некоторые значения в таблице указаны. Теперь рассмотрим. Обратите внимание на первую строчку. А3,6 это означает сторона правильного треугольника 6 см, допустим. Теперь мы должны найти радиус описанного окружности, радиус вписанной окружности, периметр этого треугольника и площадь этого треугольника. Если сторона правильного треугольника 6, то периметр будет 18, так как 6 умноженное на 3 – 18. Радиус описанной окружности находим по формуле 6 разделить на корень из трех. Получаем 2 корень из трех. Так как радиус описанной окружности в два раза больше, чем радиус вписанный, мы можем большую R разделить на 2 и получить корень из трех. Значит, радиус вписанной окружности – корень из трех. Находим площадь. Подставляем по формуле периметр 18, маленькая R – корень из трех. Подставляем. Одна вторая умноженная на 18 и умноженная на корень из трех. Получаем 9 корней из трех. Также заполняйте вторую, третью, четвертую, пятую строчку. На этом мы закончили. Надеюсь, всем было понятно. Всем желаю самого наилучшего. Удачи! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!